Семенной картофель, выведенный учеными-селекционерами Федерального исследовательского центра имени Лорха, не только вкусный, но и приносит высокий урожай. Поэтому он много лет пользуется спросом не только у населения, но и у ведущих научно-исследовательских институтов сельского хозяйства в стране. Учреждение посетил глава округа. Владимир Ружицкий познакомился с научной деятельностью института и пообщался с его сотрудниками. Алсу Конькова здесь работает два года и уже защитила кандидатскую. В лаборатории исследовательского центра она проводит размножение картофеля путем микрочеренкования побегов. За день через ее руки проходит более тысячи ростков картофеля различных сортов. Помещаю микрочеренок на питательную среду. На протяжении трех-четырех недель развивается растение. Такого потом помещается либо дальше на размножение, либо фермерам передаем, либо на опытные хозяйства. В институте поддерживают банк здоровых сортов. Благодаря трудам ученых-селекционеров за сто лет здесь выведено около сотни видов картофеля с повышенной урожайностью, высоким качеством, а также устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным факторам окружающей среды. Создание сорта это очень длительный, кропотливый труд, поэтому где-то на создание сорта необходимо от 10 до 15 лет. У нас есть очень хорошая генетическая коллекция, которая используется и другими институтами. Они берут, проводят селекционный процесс и уже возделывают этот сорт в своем регионе, который оказался наиболее адаптивным и наиболее высокоурожайным. Чтобы создать новые методы в области селекции и семеноводства, ученые работают над генетикой картофеля, разрабатывают новые технологии его возделывания и хранения. Здесь отстанет замечательный коллектив. Здесь вот порядка работа именно здесь порядка 120 человек. Это и доктора наук, и кандидаты сельскохозяйственных наук. Это люди, которые увлеченные. Я бы хотел искренне пожелать, чтобы он развивался, сохранялся, чтобы приходили новые молодые люди, становились бы учеными и продолжали традицию института. Исследовательский центр имени Лорха динамично развивается. Несколько недавно выведенных сортов картофеля уже получили признание предприятий, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции в России. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.